Всем привет, с вами Полте. Добро пожаловать на канал, это новые скрытые функции вашего iPhone. Вы просили эту рубрику, и я решил ее для вас снять. Я покажу вам 10 скрытых функций вашего устройства, которые будут вам полезны. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал, и обои из видео у нас в Телеграме, ссылка на которые в описании. Первое, с чего мы начнем, это улучшение работы ваших AirPods с iOS. Дело в том, что у AirPods есть уже у огромного количества людей, многие люди купили даже AirPods Max, и сталкиваются с проблемой, что звук не всегда качественный. Так вот, есть такая фишка в iOS, которая была добавлена в 14-ю систему, и она может плохо влиять в целом на работу AirPods. Переходите в настройки, универсальный доступ и распознавание звуков. Если у вас здесь включено, и наушники работают плохо, выключение этой функции в 99% случаях улучшает работу AirPods. Также, если вам хочется более качественного звука, переходите в тех же настройках, в самый низ, там будет музыка. Здесь, в самом низу, под эквалайзером, имеется коррекция громкости. Попробуйте ее выключить, если она у вас включена. Это, по сути, также улучшает работу AirPods. И в самом эквалайзере можете выбрать без коррекции. Говорят, что это лучший режим, который только можно придумать для AirPods, потому что музыка не корректируется, а звучит, ну вот как она должна звучать. В общем, попробуйте, поэкспериментируйте и отпишите в комментариях, улучшилась ли звук ваших AirPods. Также, ребят, очень интересно, есть ли среди подписчиков люди, которые купили для себя AirPods Max. Стоит ли их рассматривать для покупки, для прослушивания обычной музыки каждый день? Буду рад, если поделитесь мнением в комментариях, потому что я рассматриваю для себя покупку AirPods Max. На и-каталоге, кстати, можем посмотреть цены. И вы, ребят, напишите в комментариях, как вам стоимость AirPods Max. Не завышена ли она за подобные наушники? Я-каталог нам показывает вот эту цену, динамика цен сейчас идет вниз, то есть предложение становится больше и стоимость падает. Так что, в целом, если рассматривали покупку наушников, сейчас это самое время делать. Здесь вы также можете смотреть характеристики, подробное описание, чтобы понимать, что вам предлагается. Ну и, конечно, магазины. Нажав на кнопку «Где купить», вы видите список из магазинов, которые сортируются по цене, и вы видите самые топовые предложения прямо сверху списка. Остается только выбрать магазин и совершить покупку. В общем, обязательно перейдите по ссылке в описании, посмотрите стоимость, возможно, она стала еще ниже. Ну и, конечно, покупайте AirPods Max, если они вам необходимы. Возвращаемся к функциям iOS. И следующая фишка касается записи экрана. Я знаю многих людей, которые не хотят записывать экран, когда дело доходит до записи с вводом пароля. Иногда нужно что-то показать в системе, там где-то в настройках Apple ID в безопасности, и чтобы туда попасть, нужно вводить ваш пароль. Так вот, люди не хотят использовать запись экрана, потому что не знают, что все пароли скрываются с записи экрана. Вы могли сейчас видеть, что я набирал пароль и при этом записывал экран. Вот это видео перед вами. Теперь мы нажимаем на просмотр. Когда я набираю email, как бы клавиатура есть, и видно, что я набираю. Но когда дело доходит до пароля, то он скрывается. То есть видно, что там что-то набирается, но клавиатуры нет, и нельзя понять, какие символы используются. Это очень классная и безопасная фишка, так что можно смело записывать экран вашего устройства, когда вы набираете пароли. Они будут просто скрыты. До сих пор многие не знают, что вы можете голосом управлять всеми настройками вашего устройства. То есть, например, я знаю людей, которые в службах геолокации постоянно выключают этот переключатель. Ну, чтобы там что-то не трекалось или экономило батарейку. Постоянно заходится в настройки, конфиденциальность, короче, проходится много шагов. На самом-то деле, можно об этом попросить Siri. И не только о геолокациях, а абсолютно о всех настройках, которые у вас есть в настройках. Так вот, мы у нее спросим. Привет, Siri, выключи, пожалуйста, службу геолокации. Видим, что у нас влазит вот это меню. Сейчас нас Siri предупреждает, что как бы все отрубится от геопозиции, все приложения. Хотим ли мы выключить? Говорим да, и служба геолокации выключается. Включается это все так же просто через Siri. Можете пробовать со всеми настройками системы. Также, если вы работаете с документами на вашем iOS-устройстве, вы можете подписывать ваши любые документы. Чтобы это сделать, просто сохраняйте документ в приложении файлы. И здесь, когда вы его откроете, сверху справа имеется маркер. Нажимаете на него, потом на плюсик справа внизу, и будет подписать. Здесь можно добавить вариант вашей подписи или создать новую подпись, и таким образом подписать нужный вам документ. Это реальный must-have, если вы часто сталкиваетесь с документами. Проверено, все реально работает. Интересная фича есть в режиме картинка в картинке. Когда вы открываете какое-то видео, сворачиваете его картинка в картинке, вы можете пальцами увеличить или уменьшить размер. Есть четыре позиции размера для режима картинка в картинке. Это самый большой, средний, еще меньше и вообще самый маленький. Вы можете выставить нужные вам режимы, то есть его размер, например, самый маленький или самый большой. Теперь, дважды тапая по картинке в картинке, у вас будут меняться именно эти два размера. Чтобы поставить, например, средний и маленький, опять же, просто свайпами регулируете на средний, потом на маленький. И также тапами потом меняете это разрешение, ну а именно его размер. Так просто быстрее. Теперь обратите внимание на папки. Вы видите, рядом с некоторыми есть значок уведомлений, и я знаю людей, которые всегда пытаются от них избавиться. Так вот, чтобы не искать в папке, в каком приложении есть уведомления, просто усиленно нажмите на папку, и у вас появится этот интерфейс, где будет название программ, которые получили уведомления. По-моему, этот интерфейс перерисовали, потому что раньше было просто название приложения без красной точки, сейчас эта красная точка есть сбоку. Выглядит неплохо и быстро позволит избавиться от всех уведомлений, так как сразу вы сможете перейти в нужные приложения. Следующая функция понравится людям, которые часто делают звонки. Если вы совершили звонок, поговорили, положили трубку, а потом вспомнили, что нужно было еще что-то спросить, вы можете быстро вернуться в приложение телефон и просто нажать на зеленую кнопку вызова. Последний номер, на который вы набирали, появится перед вами, и вы сможете его снова быстренько набрать. Очень полезно, но не все до сих пор знают. У всех бывают ситуации, когда вы залезли в самое глубокое меню и как-то пытаетесь выбраться обратно. Вам нужно попасть обратно на самую главную страницу. Например, в настройках можно пройти реально огромный путь со стартовой страницей. И чтобы быстро вернуться на старт, вы постоянно или свайпаете, или нажимаете сверху слева на стрелочку до возвращения в предыдущее меню. Так вот, на самом-то деле, эту кнопку назад, которая сверху слева, можно зажать, и вы увидите весь путь, который вы прошли. Это работает не только в настройках, но даже и в некоторых приложениях, если разработчики оптимизировали эти программы. Так что можете это использовать и быстро возвращаться в главное меню. Очень крутая фича находится в камере. Многие люди делают постоянно фотографии, но все-таки иногда нужно снять и видео. Так вот, не обязательно переключать режим камеры. Чтобы быстро перейти в видео из фото, зажмите затвор и быстро перетяните палец вправо. Таким образом, у вас запустится видео вместо фото. Честно говоря, я об этом не знал, и это очень удобно и классно. Последняя фича, которую я хочу вам показать, находится в App Store. Когда вы заходите в ваш профиль, здесь имеются покупки и полный список приложений, которые вы загружали на ваше устройство. Бывают такие ситуации, когда эти программы из вашего профиля, которые в принципе доступны всегда после загрузки, нужно спрятать, чтобы их в этом списке не было. Например, для скриншотов это полезно в том плане, что вы приложение типа никогда не загружали и загружаете его впервые. Так вот, чтобы это сделать, просто сделайте свайп по приложению и будет кнопка для того, чтобы спрятать эту программу из вашего аккаунта. Очень на самом-то деле полезная вещь, если вам необходимо, также используйте. В общем, ребят, на этом все. Это были 10 скрытых функций вашего iPhone. Буду рад, если вы узнали что-то новое. Также буду рад, если вы поставите видео пальцы вверх. Подпишитесь на канал. Пока!